Мечта любого спортсмена однажды получить возможность представлять свою страну на мировом первенстве. И эта мечта совсем скоро сбудется у троих воспитанников Ивановской школы Кудо-Лидер. Параллельно с ними уже третий раз в своей спортивной карьере за звание чемпиона поборется их тренер Эдгар Калян. Возможность попасть в сборную России ребятам пришлось заслужить. По взрослым у нас двое выступают за страну, то есть два человека, два спортсмена. А по юниорам были жесткие правила, то есть только один спортсмен имеет право представлять одну категорию. Поэтому там был очень жесткий и жестокий отбор. И не только до России и после России, вот все время канюкл с мая месяца ребята постоянно занимались. То есть у них вообще на самом деле не было свободного времени. То есть на самом деле с одной стороны жалко ребят, что так они усиленно занимались. Так они загружены были как бы работой. Но я думаю, это стоило, потому что вот результат, то что они трудились, занимались. И бальзам на душу мне, и отгаду, что на самом деле наши ребята, четверо человек от Ивановской области попали на чемпионат мира. Всего от России на чемпионат мира поедет 30 спортсменов. Четверо из них – ивановцы. Случай действительно исключительный. Обычно от одного региона проходят максимум двое, а тут сразу четверо. И каждый из них по праву может считаться сильнейшим в России. Ну, наконец, это свершилось. А что этого не было никогда, я думаю, и не будет никогда. Потому что на самом деле те ребята, которые сейчас отобрались на чемпионат мира и первенство мира, это те ребята, которые уже с 5-6 лет занимались, вкладывали силы. То есть они постоянно были первыми у нас на всех соревнованиях. И регионального масштаба, и российского масштаба. Эти ребята не случайные, как я говорил. Они уже все являются титуловыми спортсменами. То есть все трое юниор у нас двухкратный чемпион России, кандидатом мастера спорта. И, конечно, у нас знаменитый земляк – это двухкратный чемпионер Эдгар Калян. Задача Эдгара самая сложная – не только подготовить ребят к защите спортивной чести страны, но и параллельно подготовиться самому. Это не просто. Программы совершенно разные. Как признается двукратный чемпион, порой даже непонятно, за кого. Там, в Японии, он будет волноваться больше – за себя или за ребят. Раз в неделю я еду в Москву самому подготавливать. И тут ребята немножко, можно сказать, не отстают. Но трудность в том, что я не успеваю немножко по времени. Вот, как бы, поэтому волнение и за них, и за себя. То есть я не знаю, где больше акцента делать. Саша Аркадьев, Артем Тарахчан и Юсуп Гучигов прошли одинаково сложный путь к чемпионству. Интенсивные тренировки каждый день. Бесконечное отрабатывание каждого удара, каждого броска. И вот впереди чемпионат мира. Тренер уверен в каждом из бойцов. Возьмем самого маленького, Саня Аркадьев. Человек, можно сказать, универсальный боец. То есть работает техника рук, скорости, что особенно нужно в кудо. Саша пришел в спорт обычным мальчиком. Двукратного чемпиона России и участника чемпионата мира из него сделала его собственное упорство. Ну и тренер, конечно, помог. На предстоящем чемпионате, по словам Саши, он будет выступать уже не только за себя. За всю страну. Сейчас у нас тренировка усилий. Это будет финиш в Японии. Мы будем стараться делать все, чтобы показать лучшие результаты, выиграть. Чтобы доказать, что Россия самая лучшая. Как наши мужчины доказывали, что Россия это и есть Россия. Всегда номер один. Мы тоже будем стараться. Для Артема кудо уже давно не просто спорт. Теперь это его образ жизни. Скоростной, взрывной. Немножко в борьбе. Он умеет в борьбе, броски там все делать, но у него конек больше работа в стойке. То есть больше ударник, больше там размин идти с соперником. Мечта Артема совсем скоро должна осуществиться. Выступление на чемпионате мира – это то, к чему он шел долгие годы. Каждой тренировкой, к каждым турнирам прокладывая себе дорогу. Днем у дочери готовлюсь, чтобы выиграть. Я долго шел к этому турниру. Вообще мечтал, не каждому суждено вообще поехать. Еще пару лет назад Юсуп не думал, что сможет участвовать в таких ответственных соревнованиях. Из-за травмы ему пришлось надолго оставить тренировки. И лишь год назад врачи разрешили ему вернуться в спорт. По словам тренера, всего за год он достиг высочайшего уровня подготовки. И готов составить конкуренцию сильнейшим бойцам мира. Универсальный боец работает, техника руками, ногами, рука. Везде приспевает. Сейчас сами увидели, что задание у них было, как они работали. В принципе, слова им много, что можно говорить, как всякие фантастики. Но я предпочитаю, чтобы показать делом. Соперниками Юсупа в его категории будут бойцы намного опытнее и старше. Но спортсмен готов к этому. Юсуп просто счастлив в том, что сумел пройти все стадии отбора на чемпионат мира. Которых, к слову, было немало. Теперь на финишной прямой перед самыми ответственными соревнованиями в его жизни он настроен только на победу. Когда объявили год назад, что чемпионат мира будет проходить не только среди мужчин, но и среди юниоров. Я понял, что это единственный шанс. Я решил, что я должен выступать на первенстве мира, должен отобраться. Каждый день готовился и усердно тренировался. Бывало, что были две тренировки в день. И несмотря даже на травму, даже отдыха не было. Даже летом не отдыхали. И ЦФО, и первенство мира, и отбор мы успешно пришли. И все это благодаря моему тренеру, Эдгару Коляну. И я благодарен ему, что он нас правильно тренировал. И несмотря на свои дела, что у него была своя работа, семья своя, он время уделял нам. Впереди у спортсменов изнурительные сборы, работа под руководством главного тренера страны по кудо. И долгожданная, волнительная поездка в далекую Японию. Результат турнира предсказать сложно. Каждая страна отправит на него сильнейших кудоистов. По крайней мере, настроены четверо ивановцев только на высшие ступени пьедесталов.